Счет голов уже идет на сотни. Футбольная площадка по Чкаловским спускам такого точно не видела. Да что там, для всей губернии это уникальный матч, длиной в тысячу минут. Матч стартовал почти с рассветом. Шесть утра, а футболисты уже на поле. Перерывов у них нет. Играют один тайм, а не классических два. Зато сама встреча будет длиться не 90 минут, как обычно, а тысячу. Символическое время объясняется просто. До старта Мундиаля в России осталось тысячи дней. Каждый, кто участвует сегодня в этом футбольном марафоне, я считаю, он делает историю, делает праздник, делает праздник более ярким и более красочным. Необычные правила игры футболистов не смутили. Десятки команд пожелали участвовать в одном из самых длинных матчей в истории футбола. Это наоборот классно, потому что ты вышел и сразу должен доказывать, что ты можешь. То есть, следующие игроки не должны подвести. То есть, не от тебя только зависит, а от людей, которые еще дальше будут продолжать играть. 16 с лишним часов на поле играют две команды с символичными для города названиями. В красных футболках команда «Ракета», ведь Самара – столица космическая. В синем команда «Ладья». Еще один символ города на третьей очереди набережной. Команды две, но их состав меняется каждый час. На поле выходят футболисты всех поколений – от учеников спортивных школ до ветеранов футбола. Играем в удовольствие без травм, без всего. То есть, чисто для удовольствия и для города. Чтобы сделать, наверное, рекорд. Центральным матчем этого футбольного марафона стала встреча команды организаторов чемпионата мира и команды спортивных журналистов. Этих игроков правилам учить не надо. Спорт – часть их профессии. А футбол для многих – дело жизни. Еще со школы начал заниматься футболом, как бы и в нем остался. Разными видами – болотным, пляжным, большим, мини. Я занимался, занимаюсь и буду, думаю, заниматься еще. Исторический матч между командами спортивных журналистов и организаторами чемпионата мира закончился с минимальным разрывом – 90-87 в пользу ладьи. Победа за командой оргкомитета. Они доказывают, к мундиалю готовы. Соперники не расстраиваются. Матч товарищеский, а от игры они получили одно удовольствие. Эмоции, конечно, отличные. Хорошая, прекрасная погода. Конечно, не хватило скамейки запасных, хотя бы пару человек. А так – отлично, поиграли. Хороший уровень был. Автором четырех важных для команды голов стал глава городского департамента физкультуры и спорта Виктор Ольховский. После матча он признался – победили благодаря своим болельщикам, которые подгоняли команду вперед. Очень приятно, когда такая поддержка с трибун слышна и присутствует. И я надеюсь, что, когда будет чемпионат проходить, такой же мы увидим на стадионе. После на поле вышли юные воспитанники спортивных школ. Один из них – Паша Феденко. Вошел в историю матча как автор сотого гола. Я сначала занимался так просто дворовым футболом, а потом начал заниматься уже в команде. Здесь и больше моих друзей. Мне нравится то, что мы выигрываем. На других соревнованиях участвуем. Поддержка болельщиков на уровне – все как в большом футболе. Моменты удачные и не очень. Они переживают вместе со своей командой. Забивай сильнее! Вика, забивай! Девять! 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 В команде один из самых важных игроков – это голкипер. Он охраняет ворота от вражеских атак. Никита Карпухин с этим справляется на ура. Товарищи по команде довольны. Вот больше всего мне нравится азарт, когда к тебе бежит нападающий, а ты берешь у него мяч и руками выхватываешь. Эмоции, азарт тебя все хвалят. Мама Никиты тоже заразилась любовью к этому виду спорта. Пришлось даже освоить некоторые азы футбола, чтобы помогать сыну во время игры. Пока Никита на воротах, она тоже рядом. Признается, а как же иначе, когда любимый сын от футбола без ума. Пинаем все, что только есть в доме, постоянно, с утра до позднего вечера. Футбол – самый любимый вид спорта. В общем, все усилия, музыкальная школа, обычная школа – все ради того, чтобы играть в футбол столько, сколько хочется. Матч в тысячу минут проходит в рамках фестиваля «Футбол в центре города». Турниры для любителей футбола, новичков, любителей, ветеранов организовывают в Самаре весь год. И, по сути, это пятый уже турнир для всех желающих, горожан, тех, кто увлекается футболом, для популяризации футбола в нашем городе. Самое главное, что это открытый турнир, в котором могут принять участие все желающие. Но по предварительным нашим расчетам – это ребята-молодежь из детско-южеских спортивных школ, это ребята, которые занимаются профессиональным или непрофессиональным футболом, различные лиги, и те ребята, которые занимаются, ну скажем, для себя. Когда прозвучал финальный свисток, количество голов удивило всех – 189-183 в пользу ракеты. Вот уж точно космический счет по меркам футбола. Но это ли главное, если каждая команда на поле показала свою преданность и мастерство в этой всемирно любимой игре – футбол? Мы любим футбол!